В этом видео я покажу процесс создания простых пропсов для Unreal Engine 4. Мы начнем с низкополигональной геометрии, создадим раму для кровати и затем создадим матрас при помощи симуляции тканей в программе Marvelous Design. Также мы запечем все необходимые текстуры для последующего текстурирования в Substance P-Entery и на выходе мы получим геометрию с PBR текстурами, которые можно легко использовать в игровых проектах. Для этого нам необходимо понимать размеры персонажа, для которой предназначена кровать. Мы экспортим персонажа в FBX формат и затем откроем его в 3D Studio Max. Это будет как вайтбокс, по которому мы будем создавать габаритный размер кровати. Персонаж практически заэкспортился. Он у нас развернут. Нам сперва нужно удалить кости, которые к нему прилагаются. И как можете заметить, по умолчанию в 3D Max имеет рамки вокруг объекта. Чтобы их убрать, повторяйте действия за мной. Теперь объект не будет иметь белых рамок, что очень удобно. Не люблю эти рамки. Далее персонажа разворачиваем горизонтально и имитируем, как будто он лежит на кровати. Так как мы будем адаптировать размер кровати под персонаж. Создаем грубую модель кровати из коробки. Предположительно такого размера может быть кровать. Продолжаем подгонять высоту и размер кровати. Обычно стандартная кровать немного выше, чем колено у человека. Соответственно, высоту мы делаем примерно такую же, как в реальной жизни. Следующим этапом создадим быковины для кровати. Опорные ноги, на которых будет крепиться вся конструкция. Опять-таки, начинаем с обычного прямоугольника из сплайна. Подредактируем, удалим нижнюю часть. И закруглим верхние грани, как у обычной классической кровати, которая имеет сетку. Установим толщину для этой части конструкции. Наверное, надо немножко потоньше сделать. Отцентрируем и устанавливаем в место, где она должна стоять. Соответственно, вторая часть должна стоять с другой стороны. Пока что мы на это сильно много внимания не обращаем, потому что наша кровать должна быть полностью симметричная. Соответственно, мы сделаем сначала одну половинку, а затем применим модификатор в симметрию, и у нас вторая половинка получится сама собой. Сейчас мы все конструкции сделаем одного цвета, чтобы не назначать каждый раз материалы. Еще немного подредактируем расположение ножек у кровати, чтобы кровать соответствовала реальной модели. То есть, рама должна крепиться на ножках. Примерно как-то так. Вторая часть соответственно. И следующим этапом займемся самой рамой. Сделаем ее более похожей на настоящую. Выделим верхнюю плоскость. И удалим. Нижнюю плоскость тоже удаляем. И применяем модификатор Shell с определенной толщиной металла. Теперь, наверное, стоит раму подогнать под ножки, чтобы рама касалась ножек, не висела в воздухе. Для этого через edit-поле немного передвинем точки, так, чтобы они касались опорных ног. Как-то так. Персонаж нам уже пока не нужен, поэтому мы можем отодвинуть его в сторону. Даже поставить вертикально. Пусть стоит. Проверим высоту. Как видим, надо немножко приподнять, чтобы кровать больше напоминала из реальной жизни объект. Также следим за количеством граней на опорных ногах. Они должны выглядеть сглаженно, и сегменты не должны просматриваться. Для этого необходимо поднять количество сегментов, и опорные ноги будут выглядеть более сглаженно. Также скопируем наши изменения на вторую ногу. Теперь мы создадим саму сетку. Для этого выделим верхние плоскости от рамы и скопируем их. Это будет контур сетки. Добавим полигонов вовнутрь. Зашьем это отверстие. И добавим полигонов, чтобы сетка имела возможность прогибаться. Она должна быть под нагрузкой. Горизонтально и вертикально. Сымитируем эффект, как будто на кровати кто-то долго лежал, и она уже прогнулась под этим весом. Кровать должна быть достаточно старой. Я думаю, так пойдет. Много полигонов не надо, так как это прозрачный объект. Материал сетки у нас уже готов. И он имеет прозрачность. Немного подредактируем размер. И теперь займемся детализацией самой опорной ноги. Добавим сечений вертикальной плоскости, чтобы сделать ножки, на которых стоят эти опорные ноги, как черные колпачки. Одним словом, добавляем детали. Также нам нужна только половинка этой опорной ноги. Соответственно, вторую половинку удаляем временно. Добавляем вертикальных сечений. И создаем колпачок. С определенной толщиной. Я думаю, примерно так. Делаем чамфер для большей детализации. Теперь нужно добавить дополнительных элементов для жесткости. Посмотрим на референс. Как видно, есть распорка, которая делает конструкцию жесткой. Давайте ее сделаем. Ее можно сделать, к примеру, скопировав один из полигонов, который есть в раме. И подредактируем размер этого полигона, чтобы он был похож как на референсе. Передвинем его центр в выгодное нам положение, чтобы можно было легко, немного повернув, пристыковать его к раме. И теперь редактируем размеры по локальной системе координат. По локальной системе координат передвигаем каждую из граней. Теперь это напоминает конструкцию как на референсе. И применим модификатор Shell с определенной толщиной. Видите, теперь есть проблема, что нога не совсем стыкуется к этой конструкции. Сейчас мы будем решать эту проблему. Давайте добавим просто граней и немного погнем форму. Подредактируем немного размер, сделаем потоньше эту распорку. И теперь добавим граней, несколько штук, чтобы можно было погнуть конструкцию как в реальной жизни. Выбираем обычный View. Вот примерно таким образом мы стыкуем ногу к раме. Далее продолжаем работать над повышением детализации. Добавим крепежные элементы, как винты или заклепки, на которых будет крепиться нога и распорка. Из обычного цилиндра, оптимизированного, создаем объект, как заклепка. И применим Chamfer. Это для того, чтобы эти заклепки хорошо запеклись потом на ножки, потому что они не будут как объекты для экономии полигонов. Они будут изображены только на текстуре. То есть они будут запеченными элементами. Они сильно мелкие для того, чтобы их оставлять в виде геометрии. Таким образом мы соединили конструкции между собой и, соответственно, кровать уже выглядит более детализированной. Теперь мы назначим модификатор симметрия для опорной ноги в оси Y. Следующим этапом пришло время создать простой матрас. Оговорюсь сразу, я создам два матраса. Один будет простой, который я создам в 3D Max при помощи стандартных средств. А второй я создам в Mareos Design из ткани с помощью симуляции. Создаем обычный бокс, который будет имитировать матрас. И добавляем грани, которые сгладят этот бокс с помощью модификатора Chamfer. Также хотелось бы, чтобы матрас имел швы, которые будут немного углублены в его структуру, как любой старый матрас. Мы создаем дополнительные грани, выделяем их все и назначаем в Edit Poly Extrude. Меняем параметры и смотрим, чтобы нам это подходило по размерам этих граней, углублений точнее. И теперь назначаем модификатор Turbo Smooth. Итерацию повысим. Пока что это напоминает больше какое-то печенье. Нам нужно добавить более острых граней внутри. Опять заходим в Edit Poly, выделяем грани. Они сейчас выделены красным. И назначаем им Chamfer. Такой вариант получается. И сделаем также еще пуговицы, которые связывают нижнюю и верхнюю часть матраса. В старых матрасах такие пуговицы я неоднократно видел. Любая детализация пойдет на пользу. Продолжаем копировать пуговицы. Одну пропустим, как будто она оторвалась. Поработаем с формой самого матраса. Добавим еще грани, чтобы они были более острыми и добавим углубления, как будто там идет шов. Добавим грань и применим к ней Extrude. Как-то так. Посмотрим, что получилось. Да, так мне нравится больше. Итак, теперь поработаем немного с формой, чтобы он был не таким плоским. Попробуем его немного погнуть. Это же старый матрас, он должен быть выгнутый, кривой весь, пролежанный. Можно применить модификатор FFD, но я думаю, что я применю модификатор Bevel, Bend, то есть, прошу прощения. Bend очень хорошо загибает, разные формы. Мы можем определять, на какой градус нужно загнуть и с какой именно точки начиная. Вот, также можем загнуть под углом. Сейчас я вам покажу. Для этого нужно выбрать гизма и повернуть немного относительно центра. Да, надо теперь больше загнуть, как будто он завернут. Этот матрас, он не будет использоваться на кровать, он будет скорее валяться где-то на улице или под лестницей гнилой. Поэтому сильно много внимания ему не стоит уделять. Матрас для кровати мы сделаем в Marvel's Design с помощью симуляции. Я думаю, что такой результат вполне достаточный для такого объекта. Можем еще немного менять форму, что плюс этого метода в том, что вы из одной геометрии можете получить достаточно много вариантов с разным загибом, с разным заворотом и, соответственно, применив к нему разные текстуры, это по сути будут два разных или три разных объекта, которые очень легко получаются и можно разнообразить ваш мир. Ну, я думаю, достаточно, пусть он остается такой, как есть. Далее мы приступаем к созданию матраса уже, который будет более детальный и в нем будет применена симуляция. Для этого нам нужно добавить объект, на котором будет лежать этот матрас. Это, соответственно, сетка и рама. Мы ее скопировали и теперь добавляем больше грани, чтобы симуляция получилась более качественной и точной, чтобы поверхность матраса не проникала внутрь рамы. Это особенность программы Mario's Design, что ваш аватар должен обладать достаточным количеством полигонов, чтобы все было качественно. Сохраняем наш аватар в рабочую папку в формате FBX. и нажимаем сохранить. Все настройки по умолчанию. Далее запускаем Mario's Design. У меня девятая версия. Если у вас версия ниже, ничего страшного, там все примерно то же самое. Теперь открываем наш аватар. импортируем FBX. Итак, наш аватар добавлен в Mario's Design. И теперь мы приступаем к созданию самого матраса. Сделаем прямоугольной формы кусок ткани. Это будет или нижняя, или верхняя часть матраса. суть в том, что мы реально сейчас создаем выкройку для настоящего матраса. Далее мы создадим давление внутреннее у этого объекта и его раздует. То есть он будет иметь такие перевязки как в реальный матрас. Для этого создадим низ, верх и боковины. Сейчас это верх. Теперь мы сдублируем эту штуковину. и это будет вторая его часть. Немного подредактируем размер лоскута. Я думаю, так вполне подходит. Теперь мы дублируем. дублируем. Сдублировали и располагаем в логичном месте. То есть указывая на то, какая будет толщина у этого матраса. Более яркая, более светлая часть должна быть наружу. То есть поверхность, которая более темная, это внутренняя часть ткани. Теперь создаем боковины. Процесс напоминает реально создание выкройки для пошивки матраса. Когда вы делаете одежду, все то же самое. Важно соблюдать правила выкройки. И тогда одежда будет выглядеть очень реалистично. Копируем для второй стороны. также нужно инвертировать, чтобы более светлая сторона находилась внутри. также для меня до сих пор не совсем понятно, как реализована система разворота объектов в Marvis Design. Если кто-то знает, напишите в комментариях, как вы это делаете, потому что мне постоянно это доставляет много неудобств, когда хочется объект повернуть в одной плоскости, а он разворачивается относительно любой длины. Редактируем размер торцевых лоскутов, чтобы они могли корректно пришиться к боковинам и половинкам верха и низа. И теперь нам нужно сдублировать последний кусок. Он будет точно таким же. дублируем и переносим. Смотрим где он появился. Его нужно развернуть. Опять эта история неудобно очень поворачивать. Но это не страшно он все равно пришьется все будет корректно. и так далее нам нужно теперь все это сшить. Выбираем специальный инструмент и начинаем сшивать. И грань шов за швом. Чтобы все швы у матраса были сшиты. лоскут надо немножко поближе пододвинуть чтобы симуляция была сразу с первого раза более корректная. И так же продолжаем сшивать. остается последний шов. Проверяем вроде все сшито. Теперь можно начинать первую симуляцию. установим давление равное единице чтобы матрас раздуло изнутри. И сохраним сцену потому что может программа зависнуть. На всякий случай лучше сохраниться. Сохранить проект. И теперь самое время сделать первую симуляцию. Видно что давление недостаточно внутри матраса. Надо увеличить давление чтобы он надулся. Теперь чересчур много. Теперь выглядит как подушка. Кстати если кому-то нужно сделать подушки этот вариант вполне рабочий. подушки очень легко делаются и получается классный результат. Экспериментируем с давлением и надо добавить швов перевязок которые будут сдерживать избыточное давление внутри матраса. Также добавим давление для боковин чтобы они надулись. В целом методом подбора значений вы достигаете нужного результата. Сейчас матрас все еще выглядит достаточно сдутым практически плоским. Такой вариант тоже возможен но нам нужен немножко другой вариант. И вторая проблема то что матрас съехал с нашей плоскости аватара матрас должен находиться непосредственно над аватаром чтобы ничего не свисалом. Немного подредактируем и снова будем проводить симуляцию. Добавим на нижней части на верхней части больше давления и также на боковинах мы увеличим давление чтобы они больше надувались. Посмотрим что из этого получится. О! Это уже более близкий результат. Его уже меньше раздувает. Попробуем единицу поставить мало. Продолжаем экспериментировать. Видно что верхняя часть потихоньку надувается и отрывается от нижней части то что нам и надо. Но ее сильно распирает. Эту проблему можно решить если добавить швов которые будут эластично стягивать матрас. Добавим несколько швов. и наверное вот здесь один они будут только на верхней части также зададим им особые параметры чтобы они могли работать с матрасом. добавим эластичность они теперь выполняют роль резинки и нужно уменьшить силу этой резинки ослабить результат уже интересный но пока не совсем то что нам надо наверное нужно уменьшить давление на верхней части матраса до единички наверное совсем сдулся наверное все-таки нужно вернуть двойку возможно есть смысл немного увеличить плоскость чтобы давление распределялось более равномерно и соответственно она больше прогибалась итак попробуем поменять параметры строп которые стягивают наш матрас также сделаем чтобы они углублялись полт анжел меняем и попробуем изменить силу натяжения в эластичности этих строп возможно это поможет давление уменьшим до единички на верхней части это уже ближе и увеличим давление в боковинах чтобы верхняя часть оторвалась от нижней потихоньку отрывается как я вижу увеличим еще давление поменяем цвет матраса чтобы было лучше видно итак можем попробовать поэкспериментировать с разными пресетами материалов это также может помочь пресетов много и зависит от того какой результат вам нужно получить увеличим размер верхней части и матрас уже выглядит достаточно интересно но по-прежнему это еще не то что нам нужно продолжаем эксперименты с настройками натяжения строп видите они достаточно сильно влияют на результат у строп которые более длинные у них натяжение больше чем у строп которые более короткие и мы можем этими стропами регулировать степень вздутия матраса плюс получаем интересные складки это в принципе то что нам нужно матрас уже становится необходимой формы практически несколько небольших твиков и я думаю у нас все получится далее нам нужно сделать ремеш для нашего матраса чтобы геометрия итак ремеш у нас готов проверим ее проверим и видим что у нас полигональная структура у сетки теперь можно все экспортировать в FBX параметры экспорта указываем как у меня и теперь возвращаемся в 3ds и импортируем этот объект уже в 3ds и параметры по умолчанию как видим он у нас появился достаточно качественно выглядит и сейчас мы с ним будем продолжать работу нам нужно его во-первых оптимизировать с помощью ZBrush и плагина Decimation Master так назначим на все один материал и теперь создадим реальные швы на этом матрасе так как мы указали Unweld применяем модификатор Shell небольшим параметром и каждый лоскут ткани теперь имеет толщину и назначив на него Turbo Smooth мы получаем неплохой результат реальные швы и хорошая форма матраса этот объект будет высокополигональной моделью с которой мы будем все запекать также мы сейчас будем опять с Marius Design экспортить другой матрас но уже с Velgen лоскутами которые будут являться Low Poly объектом это наш High Poly смотрим как он подходит под кровать по моему все идеально наш манекен будет в восторге от такого матраса теперь экспортим второй матрас который будет Low Poly вся разница лишь в том что нам нужно указать во время экспорта что все лоскуты должны быть сшиты между собой Velg ставим и теперь импортируем вторую модель в 3ds Max все настройки импорта остаются по умолчанию и вот наша вторая модель аватаром аватар удаляем как видим она сшитая соответственно мы с ней будем продолжать работать уже в ZBrush для этого мы сохраняем ее в формат OBG все параметры OBG по умолчанию и запускаем ZBrush сейчас мы эту модель будем оптимизировать до приемлемых цифр таких которые нам подойдут в наших игровых проектах запускается ZBrush это отличный workflow работы с тканями когда вы после Marvios Design высокополигональную модель закидываете в ZBrush оптимизируете ее а затем разворачиваете UV при помощи Rhythm открываем наш файл который в OBG был настраиваем немного сцену для более комфортной работы также посмотрим на количество полигонов сейчас количество точек 28000 и применяем Decimation Master и смотрим что мы можем сократить вполне неплохо 2800 точек пробуем еще меньше тоже отлично 2200 точек думаю нас этот результат устраивает и далее эта модель будет уже Low Poly версии для которой мы сейчас будем делать развертку для этого мы ее откроем в 3ds Max я использую Rhythm UV и также Bridge который я бесплатно скачал он в бесплатном доступе вы тоже можете его установить в 3ds Max очень удобная штука посмотрим на нашу Low Poly модельку и я уже вижу один косяк на ней небольшой его стоит исправить потому что это может плохим образом отразиться на запекании текстур если такие вот точки бывают они бывают достаточно редко то я их вручную быстренько исправляю и через Bridge закидываю в Rhythm 3D для создания UV развертки UV развертка для данного объекта она тоже будет достаточно простая и по сути это будет то же самое что выкройка я ее сделаю за 5 минут еще небольшой косячок который надо исправить и в принципе все готово отличный Low Poly объект который мы через Bridge закидываем в Rhythm UV супер программа теперь создаем швы двойными нажатиями левой кнопки мышки выделяем лупы по сути это та же самая выкройка наша задача сделать еще одну выкройку чтобы UV разложилась корректным образом кто-то скажет что такую форму нужно было ремешить в программе типа Topogun но я категорически не согласен потому тому кто нравится кому нравится работать с Topogun пусть они продолжают ремешить в Topogun но когда результат вы увидите финальный вы со мной согласитесь что расположение полигонов в сочетании с Normal картами и с грамотно назначенными Smooth группами дает очень качественный результат который вы скорее всего никогда не получите оптимизируя эту геометрию в Topogun вы потратите в десятки раз больше времени в итоге результат будет такой же или хуже в общем вы все сами сейчас увидите так разворачиваем наш UV и теперь сохраняем модель автоматически появляется в 3ds студии макс что супер удобно экономит экономит колоссальное количество времени когда у вас десятки объектов в 3ds студии макс для развертки UV я использую текстула это такой скрипт который вы можете скачать на скрипт спот тоже очень удобная штука и финальную развертку я корректирую уже в этой программе в этом скрипте текстул нижняя часть может занимать меньше места на текстуре так как она будет наверное скорее всего незаметна или меньше заметна все что у нас важное должно занимать большее количество места на текстуре соответственно текстул 10 у этих частей будет больше ну вот я вручную немного подредактировал UV и теперь я применяю очень важную кнопку Smooth Group From UV Shell никогда о ней не забывайте эта кнопка нужна для корректной запечки Normal Card у вас каждому UV Shell будет присвоен уникально запекать все необходимые текстуры мы будем в Marmoset Toolbug поэтому сейчас мы экспортируем Low Poly и High Poly каждую в отдельный FBX файл создаем папку Bake и выбираем FBX называем Low Poly LP HP аналогичные действия проделываем с высокополигональной моделью при желании на нее можно набросить еще Turbo Smooth чтобы результат был более плавный называем ее High Poly HP я увидел что нет смысла в Turbo Smooth потому что модель достаточно сглаженная так модели экспортированы и теперь мы можем переходить в Marmoset Toolbug загружаем наши две модели High Poly и Low Poly это займет какое-то время зависит от количества полигонов знаю что многие пекут текстуры в Substance Paint но это дело привычки кому как удобнее лично мне удобнее в Marmoset Toolbug особенно если объекты имеют много заклепок то он однозначно удобнее так модельки загрузились проверяем то ли хорошо нет то ли каких-то багов все хорошо теперь мы назначаем New Baking и переносим Low Poly в Low Poly High Poly в High Poly и сетку Cage стараемся уменьшить таким образом чтобы High Poly полностью помещалась теперь необходимо настроить некоторые параметры установить их как у меня и мы произведем запечку первого бейка это будет только Normal карта Normal карта потому что она быстрее остальных текстур запекается и для проверки на баги очень хорошо подходит видим что результат нормальный поэтому устанавливаем дополнительную позишн карту курватуру чуть-чуть увеличиваем и начинаем запекать не забывав при этом указать путь куда сохранить файлы это опять-таки займет итак текстура запеклась проверяем смотрим по Ambient Occlusion чтобы было все качественно теперь можем переходить в Substance Painter и начинать текстурировать объект в Substance Painter открываем нашу Low Poly модель и загружаем отрендеренные текстуры теперь необходимо их назначить на объект предварительно поменяем пресет на 2048 чтобы производительность была более высокой ID карту мы не рендерили поэтому мы ее не назначаем все можно начинать текстурировать начинаем подбор какой-нибудь ткани и смотрим что наиболее будет подходящее для старого матраса просто методом перебора я думаю я думаю это должен быть какой-то светлый матрас с какими-то пятнами ткани так как он является старым находится в фавеле если наверное надо увеличить скейл вот эта ткань очень неплохо смотрится на матрасе мне нравится но попробуем еще что-нибудь продолжаем экспериментировать с разными вариантами ткани и смотрим какая наиболее будет подходящего для старого матраса меняем цвет и размер тайлинга это не подходит совсем думаю что данная ткань также не подходит я планирую сделать небольшой рисунок на этом матрасе чтобы он был не монотонный а имел фактуру также рисунок будет иметь отличные от общей ткани параметры рафноса так уменьшим тайлинг я думаю что вот такой будет выглядеть идеально тайлинг и такая фактурка с отличным рафносом чтобы эта фактура немного блестела как будто матрас сделан из синтетики далее нам нужно сделать матрас по-настоящему старым а для этого нам нужно его припылить и испачкать начнем с пыли обычно я это делаю следующим образом назначаю материал кости bone и начинаю использовать маски сделаю черную маску затем назначаю генераторы в виде пыли то есть dust и регулирую параметрами силу силу этой пыли также можно указать что слой будет мультиплай чтобы он более лаконично вписывался в эту ткань теперь накидываем еще один такой же материал и на этот раз это будут уже пятна мы используем гранж экспериментируем опять таки с разными вариантами гранжей и их силой как видите уже начинают появляться пятна очень даже неплохо выглядит для старого матраса который может валяться где-то под забором на улице где угодно опять аналогично назначаем абсолютно тот же самый материал и добавляем еще пятен только уже немножко другой структуры более крупная мы хотим сделать совсем старый матрас подбираем что будет наиболее подходящим добавляем новые слои до тех пор пока результат не будет подходящим чтобы он нам нравился очень классно легла грязь выглядит так что этот матрас тянули где-то по грязному асфальту очень неплохой вариант был предыдущий слишком грязный вот этот мне очень нравится только уменьшим интенсивность чтобы не не совсем замазаны и далее добавим точечных пятен каких-нибудь желтых просто ужасных пятен опять-таки создаем тот же самый материал назначаем черную маску и с помощью альфы добавляем кастомных таких ужасных желтых пятен просто отвратительных экспериментируем со слоями ого вот это по-моему просто идеальное пятно выглядит просто отвратительно матрас из фильма ужасов главное не переборщить с пятнами чтобы их не было сильно много но в то же время он был достоверно грязным по-моему все идеально выглядит думаю что на этом можно остановиться в работе над текстурами для матраса так как он выглядит уже достаточно приемлемо для использования в играх и теперь самое время сохранить проект и сохранить наши текстуры сохраняем проект и далее называем там где вы видите дефолт нам нужно сделать название корректное для матраса и так теперь добавляем корректное имя для матраса с этим именем будут сохранены все текстуры для Unreal Engine назовем его матрас 01 к примеру и теперь начинаем экспорт текстур указываем путь где должны лежать текстуры создаем папку для этих текстур и теперь выбираем пресет для Unreal Engine 4 выбираем размер текстур 4К так как я все объекты сохраняю с текстурами в 4К уменьшить всегда можно текстуры сохраняются далее сохраняем проект и теперь наша задача подготовить модель из 3D Max для экспорта в Unreal Engine для этого выделяем нашу низкополигональную модель выставляем центр осей в логичном месте чтобы матрас мог абсолютно идеально ложиться на поверхности то есть центр осей должен быть в нижней его точке соприкосновения с полом так выделили лоу поле и теперь центруем его центр координат как-то так и теперь надо чтобы этот матрас находился в нуле координат и также имел корректное имя так как это static mesh префикс должен быть sm static mesh и в итоге у нас имя у матраса static mesh матрас 01 sm матрас 01 матрас центр координат и теперь мы сохраняем fbx для unreal engine сохраняем fbx настройки стандартные и теперь запускаем unreal engine наш проект так начинаем импортировать static mesh в директорию meshes это моя карта overview где собраны все пропсы и вообще все объекты импортируем наш матрас геометрию геометрия есть и теперь импортируем текстуры которые мы получили substance painter геометрия далее нам необходимо создать material instance как их создавать я покажу в следующих видео более подробно так как у меня на данный момент уже готов пресет просто повторяйте просто повторяйте я сделаю ссылочку под этим видео в каком текстуре 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 очень детально выглядит сохраним уровень и добавим этот матрас на основной уровень в котором создана демонстрационная карта посмотреть как матрас будет выглядеть именно в среде где он будет находиться мой уровень называется фавела и вот часть интерьера в принципе куда я планирую его разместить думаю положить в угол выбираем геометрию матраса и смотрим как он выглядит так наш матрас интегрирован в уровень и следующим этапом нам нужно закончить основную металлическую часть кровати создать для нее лоу поле запечь текстуры затекстурировать и вставить также в движок чтобы соединить эти два асета чтобы получить полноценный игровой ас итак модель матраса мы закончили затекстурили ее сделали лоупольную версию на данном этапе работа с матрасом закончена если у вас возникли какие то вопросы во время просмотра видео вы можете написать их в комментариях я постараюсь всем ответить а мы продолжаем работу над металлической частью сейчас мы будем добавлять дополнительные детали крепежные элементы на которых будет держаться рама кровати создадим эти крепежные элементы при помощи обычного сплайна добавим толщину для детали при помощи экструд чтобы рама могла держаться на этом элементе эта деталь является симметричной поэтому с другой стороны она также будет немного подредактируем так как мы будем запекать нам также надо будет иметь копию кровати в хай поле каждый раз когда я добавляю к примеру чайфер или новые сегменты для будущего сглаживания я каждый раз создаю новый стек модификаторов чтобы когда буду делать лоуполе версию я просто удалю эти модификаторы из стека и мне не придется вручную проводить оптимизацию добавим дополнительных сечений чтобы модель выглядела корректно при сглаживании добавляем сечение по горизонтали и по вертикали теперь зададим пайвот для данной детали чтобы он был в центре координат как я говорил ранее модель симметричная поэтому мы сейчас будем применять модификатор симметрия теперь у нас симметричная деталь с другой стороны ножки теперь займемся самой рамой и также сделаем ее высокополигональной моделькой чтобы ее можно было использовать во время запекания текстур я добавляю чамфер в дополнительные сечения чтобы модель выглядела корректно во время сглаживания так как она будет участвовать в процессе бейкинга всех необходимых текстур на торцах тоже добавим сечений и сгладим как видим сейчас она высокополигональная и этого вполне достаточно чтобы качественно запечь все сетка нам не нужна так как у нас материал сетки является отдельным айдишником и сетку мы не будем запекать поэтому сетку мы скоро удалим теперь немного проработаем саму ножку а именно колпак добавляем сечение снова и готовим ее для высокополигональной модели чтобы мы могли ее сгладить там где нужно добавим чамфер каждый раз когда я добавляю новые сечения я добавляю новый стек в модификаторы edit poly это очень удобно так как при оптимизации вы просто его удаляете и вам не придется каждое потом сечение удалять вручную задаем параметры чамфера и теперь сглаживаем далее нам предстоит заняться распоркой мы также сейчас преобразуем в высокополигональный объект выделяем все сечения и применяем чамфер с небольшим значением и следующим этапом просто добавляем граней чтобы моделька выглядела корректно граней добавляем по горизонтали и по вертикали также добавим полигонов для заклепок так как мы их не собираемся оставлять на низкополигональной модели а собираемся их запечь поэтому их не и грани должны быть плавными чтобы на нормал карте это было хорошо видно и они отображались четко и ясно одна готова и теперь мы ее просто клонируем везде где нам это нужно сейчас мы проработаем одну ногу со всеми элементами и затем займемся симметрией чтобы получить всю кровать чтобы не делать все элементы вручную мы их лучше сделаем симметричными расставляем заклепки везде где они нужны далее имеет смысл склонировать данную модель так как одна модель у нас будет развиваться по ветке высокополигональной а вторая для нас выгодна чтобы она осталась на данном этапе и она станет низкополигональной моделью так как нам придется применять ResetXForm это означает что мы потеряем весь сохраненный стэк модификаторов в целом сейчас вы все увидите я применяю ResetXForm чтобы корректно сделать симметрию для некоторых объектов делаем симметрию по оси Y также нам необходимо сделать симметрию для абсолютно всей ноги вместе с распорными элементами и элементами крепежа выравниваем пайвоты в центр координат это необходимо для того чтобы сделать симметрию слову говоря вот так вот случайно получился довольно интересный элемент из того что ось симметрия выставлена была неправильно выглядит довольно интересно но нам нужна кровать теперь у нас есть кровать с симметричными ножками сетка нам не нужна так как у нас сетка будет использовать уже созданный материал то есть мы ее запекать не будем далее мы работаем над версией для low poly нам нужно удалить все ненужные элементы заклепки и сделать оптимизацию то есть убрать полигоны которые не влияют на форму видите я просто удаляю из стэк модификаторов модификатор edit poly и все очень легко оптимизируется оптимизируем крепежные элементы для этого достаточно оптимизировать один а второе для второго сделать симметрию оптимизируем раму просто удаляем из стэка модификаторов и добавленное edit poly удаляем лишние полигоны которые нам не нужны в low poly версии сетка будет оставаться но она не будет участвовать в бейкинге так как у нас много симметричных элементов мы сделаем UV развертку только для половины для некоторых объектов и опять таки применим симметрию и затем уже развернем UV и этим самым сэкономим некоторое время двигаемся дальше теперь для прямоугольных элементов мы можем самостоятельно в 3ds Max развернуть UV создать для этого я использую плагин TextTool вы его можете скачать на Spot Scripts выделяем раму и задаем ей flat mapping разрезаем ее по всем прямоугольным формам и делаем быструю развертку просто для удобства flat mapping всегда подходит для прямоугольных форм нет смысла его разворачивать вручную автоматический мейпинг нормально справляется с этой задачей для таких элементов как распорки мы и держатели также сделаем такой же flat mapping сначала их отсоединим от общей конструкции и теперь разложим ихнюю UV развертку при помощи flat mapping она пока не важна потому что по итогу мы будем все равно перекладывать позже теперь займемся самой опорной ногой она представляет из себя гнутую трубу для этого мы будем использовать Rhythm 3D и при помощи бриджа мы экспортируем эту модель в Rhythm UV и так в Rhythm UV мы разрезаем модель таким образом чтобы модель корректным образом развернулась на UV развертку стараемся швы создавать в местах которые наименее заметны то есть с внутренних частей и разрезаем саму трубу проверяем все ли я разрезал вот здесь забыл теперь можно развернуть объект быструю развертку создать и сохранить после чего объект автоматически перенесется в 3D Max очень сильно экономит время так модели в 3D Max теперь нам нужно все элементы low poly объединить также сделаем UV для сетки мы пока не можем точно знать размер ячейки нашей текстуры мы это узнаем немного позже но базовый мэппинг мы сделаем для этой сетки очень простой прямоугольной формы далее мы все объекты соединяем в одно целое кроме сетки сетка у нас будет на отдельном ID канале объединяем все вместе раму, ножки и распорка и теперь создадим симметричный участок объект второй ноги потому что мы не будем экономить на текстуре можно было конечно текстуру использовать одну и то же для левой и правой ножки но мы сделаем уникальную текстуру для всей кровати и теперь наша задача UV у нас уже создана теперь наша задача разложить упаковать это UV оптимальным образом чтобы текстурное пространство использовалось максимально эффективно я использую обычно для укладки UV стандартный текстуловский укладчик видно что труба очень длинная у ноги и есть смысл добавить сечение по центру чтобы эти трубы разрезать пополам сейчас мы добавим сечение по центру и в итоге разрежем в этих местах пополам теперь мы трубу можем разъединить и сделать для нее увеличенной текстиль density каждый участок из этой трубы будет занимать больше текстурного пространства далее мы снова будем упаковывать UV сейчас уже выглядит лучше но все равно не так как я хотел я хотел чтобы эти половинки труб занимали всю протяженность UV квадрата подровняем и растянем на всю ширину далее наша задача просто все аккуратно упаковать по возможности использовать все пространство текстуры немного придется вручную подвергить но это не страшно сейчас вручную распределим некоторые мелкие элементы чтобы они занимали какое-то логичное пространство это логичное пространство немного можно развернуть 90 градусов важно чтобы мелкие элементы не пересекались ни с какими другими элементами иначе это вызовет всякие баги на текстуре во время запекания упакуем более плотно выровняем по вертикали и снова упакуем двигаем пакуем и в итоге все получается более оптимально я думаю я думаю что так практически уже подходит нам сейчас мы проведем проверку чтобы ничего не пересекалось упакуем точно в квадрат чтобы ничто не выходило за рамки и проведем проверку на то чтобы ничего не пересекалось все отлично все отлично далее мы применяем функцию SmoothGroupFromUVShell чтобы наши карты нормальной запекались корректно и далее нам остается экспортировать low poly объект и high poly для последующей для последующего запекания всех необходимых текстур нам необходимо во первых совместить эти объекты чтобы они находились в одних и тех же местах создаем папку bake для кровати и в эту папку будем сохранять high poly объект и low poly оба объекта сохраняются каждый в отдельный fbx файл стандартными настройками и теперь мы low poly совмещаем в high poly версии просто выравниваем объекты совмещены теперь можно экспортировать low poly версию называемой lp и теперь все готово для запекания в мармасете теперь когда открылся мармасет тулбак мы добавляем сюда наши два объекта high poly и low poly они у нас совмещены можно можно посмотреть каждый отдельно вот сейчас у нас high poly а сейчас low poly как вы можете видеть без заклепок и теперь мы переходим к процессу запекания текстур для этого нажимаем new bake и low poly перетаскиваем в low а high poly в high и смотрим чтобы кейдж по возможности охватывал high poly всю но в то же время как можно меньше выступал вот можем видеть по заклепкам надо чтобы они помещались в этот кейдж иначе они не запекутся так high poly можно пока спрятать указываем пути куда будут записаны файлы и вводим некоторые параметры так сначала выделяем normal и делаем тестовый бейк смотрим чтобы наш normal был корректно корректно смотрелся нужно уделять внимание вот таким вещам как вы видите нормасет очень классная программа и позволяет довольно легко и быстро исправить подобные баги сейчас я покажу как это сделать вот таким вот методом вы просто выравниваете вектора нормали и все становится отлично видите вот эта штука это из-за кейджа два варианта либо исправлять фотошопе либо запекать отдельно раздвигая геометрию все закрепки надо исправить Почему мы сначала запекли Normal, чтобы не тратить время на ожидание, пока запекутся все текстуры. А потом мы увидим, что нужно что-то перепекать. Normal печется намного быстрее, чем все остальные текстуры. Поэтому целесообразно начинать именно с запекания Normal. Проверяем, чтобы все было исправлено. И сейчас проверим, что можно сделать с кейджем. Причем еще раз Normal. Вот эта история мне не нравится, но мы ее исправим в фотошопе, я думаю. Так будет проще. Теперь мы добавляем все необходимые текстуры, а это Position. Теперь у нас есть Normal, Normal Object, Position, Курбатура, Ambient Occlusion и Material ID. Material ID для нас сейчас не актуален, потому что у нас хайполька с коллапшена. Можно было бы, конечно, заклепки вынести в отдельный ID, но смысла нет. Тут их не так много. Другое дело, если вы работаете над самолетом и там тысячи заклепок, то, естественно, их нужно выносить на отдельный ID. Далее выделяем все текстуры, а Курбатуру мы немного усилим. И в Ambient Occlusion поставим To Side. Начинаем Bake. Так, текстурка запеклась, сейчас посмотрим, что вышло. Как я говорил, вот эти вот вещи, мы их исправим. Можно посмотреть каждый канал отдельно, это Ambient Occlusion. Так, двигаемся дальше. Сохраняем файл. И переходим в Substance Painter. Далее загружаем нашу лоупольную модель, которую мы использовали для бейкинга LP. И добавляем наши текстуры, которые мы только что запекли. Также следим за тем, чтобы Normal Map Format стоял OpenGL. Далее включаем, по умолчанию у нас 4К стоит, поставим для работы 2К, так быстрее. И загружаем наши текстуры, которые мы запекли. Одна за одной. Все, все текстуры погружены. Подгружены, теперь можно заниматься текстурированием. Как можно заметить на референсе, кровать имеет цвет белой краски с проявлением ржавчины. Попробуем это повторить. Сделаем ее тоже белой. Есть наборы материалов, которые достаточно неплохо подходят. К примеру, вот красный такой. Красного можно легко сделать белой. Только сделаем его немного желтоватым, так как он старый, выгоревший белый цвет краски. Ну и вообще, экстремально белые цвета в движках и черные тоже плохо смотрятся. Мне не нравятся вот эти вот сколы на текстуре. И там просматривается полированный металл. Мы сейчас это исправим. Я найду слой, который Сбивает краску. Это базовый цвет, белый. Также ножки, они скорее всего должны быть какие-то прорезиненные, поэтому мы не будем на ножке, на подставке ножек назначать белый цвет. Для этого мы просто заходим, добавляем черную маску и нажимаем кнопку 4 на клавиатуре. Далее мы можем выделять по полигонам, по UV и объектно. Нам подходят полигоны. Выделяем полигоны, которые должны быть белого цвета. А ножки мы сделаем резиновые. Выбираем материал резину. И так же назначаем черную маску. И выделяем полигоны, а лишнее отменяем. Вот этот вот регулятор. Все, что белое, это непрозрачное. То есть материал назначается. Я выделяю полигоны, увожу в белый цвет, выделяю область, а потом перевожу вот этот вот индикатор в черный цвет и назначаю то, что не должно быть черным. И действия повторяю несколько раз. Довольно быстро. Далее нам необходимо добавить ржавчины. Опять-таки нужен материал с ржавчиной. Вы можете найти различные материалы на сайте, который предоставляет бесплатные материалы. Share Substance 3D. Вам нужно зарегистрироваться и вы можете скачивать различные материалы. Используя этот набор, комбинируя их, вы можете получать самые невероятные результаты. Так и я скачал материал ржавого металла. Но мне нужно, чтобы он был совсем немного. Чтобы он проявлялся очень-очень мало. Я попробую назначить генератор. И, к примеру, назначу грязь. Ржавую. Ржавчина обычно в таких местах бывает. Под заклепками там где-то. Допустим, пусть будет так. Далее я добавлю слой пыли поверх всех объектов. Сдаю слой. Я для пыли обычно использую кости. Они хорошо подходят. Опять назначаю генератор. И использую уже Dust. Для этого. Опять-таки, нужно регулировать, чтобы пыль ложилась в тех местах, где аналогично есть. Я думаю, сойдет. Создаем название. Бэт-01. Еще можно попробовать заклепки сделать более металлического цвета. Чтобы они не сливались. Это по желанию. Просто хочу посмотреть, что из этого получится. Мне просто не нравится, что они абсолютно сливаются. Мне кажется, так интереснее выглядит. И вот если бы мы создали ID для заклепок, то нам бы не пришлось бы сейчас выделять каждую заклепку вручную и назначать ей материал. Мы бы просто выделили по ID и указали, что определенная ID имеет определенный материал. Это бы нам сейчас сэкономило время. Но ничего, их немного, поэтому пока будет так. Так же мне не особо нравится, что ржавчина покрыла абсолютно все равномерно. Я сейчас собираюсь немного подредактировать это. И я вот перехожу в ржавчину и добавляю слой Paint. И далее я выбираю Brush. Какой-нибудь рваный. И с помощью кнопки X я могу переключать на белый и на черный. Черный это цвет, который будет стирать ржавчину там, где она есть. В местах, где за кровать обычно могут взяться рукой, ржавчины должно быть как можно меньше. Нежели в местах, где узкие соединения и никто руками не трогает в основном. Просто ввожу кисточкой и где-то стираю. Там, где не должно быть ржавчины много. Теперь мы сохраним все. И будем экспортировать текстуры уже для Unreal. Мы экспортируем все в 4К. Так как в Unreal очень легко можно понизить разрешение буквально одной кнопкой. Поэтому я думаю, что лишним не будет сохранить в высоком разрешении. Возможно, кому-то пригодится. Создадим папку для текстур. И укажем пресет. Я использую свой пресет Unreal Engine 4KS. Потому что вам тогда не придется вручную переименовывать текстуры, а не сразу в нужном формате. То перед текстурой, если это файл с текстурой, должен идти префикс T. Не забываем поставить 4К и нажимаем экспорт. Текстуры сэкспортились. Теперь мы переходим в 3D Max. И нам нужно назначить имя для этого каркаса. В Unreal принято Mesh и называть Static Mesh. Сокращенно префикс должен иметь такой вид SM. То есть Static Mesh. А далее название ассета. Bet01. Также ассеты должны находиться в центре координат. Все. Экспортим в Unreal Engine. У меня экспорт сэллок назначен на Hotkey F5. Это удобно. И также надо не забыть про сетку, которая у нас вот здесь вот есть. Сетка у нас будет отдельным айтишником. Здесь можно пойти двумя путями. Либо в 3D Max назначить текстуру сетки и посмотреть ее. Либо на глаз растянуть UV для этой сетки. И посмотреть, как это будет выглядеть в Unreal. Когда мы накинем на нее необходимый материал. Но сперва нам нужно создать мультиматериал в 3D Max. Так как первый айтишник это будет рама кровати. А второй айтишник это будет сетка. Получается нам нужен мультиматериал с двумя айтишниками. Здесь их 10 по умолчанию. Мы ставим 2. Называем ID1. Закопируем. Чтобы копия была обязательной. И называем ID2. Также можно цветом обозначить, чтобы было все наглядно. Можно прямо здесь. Цвет не важен. Далее мы все объединяем. Проверяем, чтобы пайлоты были в центре. Теперь на все. Выделяем все через Alt-A. И указываем первый айтишник. Видим, что у нас все окрасилось. В зелененький цвет. Все правильно. И теперь для сетки мы ее выделяем. И указываем, что это будет второй айтишник. Видите, она стала синяя. Это означает, что на нее назначен второй айтишник. Теперь можно все экспортить в Unreal Engine и проверять. Открываем Unreal Engine. Сперва я обычно добавляю геометрию. Это самый мой любимый момент, когда можно посмотреть, что же выходит в итоге. Далее добавляем текстуры. Текстуру форм нужно подредактировать. Нужно снимать вот эту вот sRGB галочку, чтобы рафно сработал корректно. Бывает так, что ее нету по умолчанию. Если вы используете 16-битную текстуру, скорее всего ее не будет. Далее я обычно копирую название Base Color, ну главного цветового цветовой текстуры. Захожу в материалы. Нахожу материал Parent. Я немного позже покажу, как я создаю материал Parent и материал Instance. В данном случае я создаю материал Instance для кровати. Также надо заметить, что все материалы имеют также суффиксы, точнее префиксы. Базовый материал должен иметь префикс m, а материал Instance должен иметь mi. Теперь мне остается просто добавить сюда текстуры и все будет работать. В Base Color в Base Color, Normal в Normal, Form в Warm. Далее я выделяю кровать. Как видите, здесь два айдишника. Это первый айдишник, это второй айдишник, как мы в 3дмаксе сделали. И теперь я назначаю первый айдишник для рамы, а второй айдишник для сетки. И видите, надо еще увеличивать размер текстуры, чтобы она выглядела корректно. Мы это сохраним. Думаю, в раза 4-5. Надо увеличивать. Мы это увеличили. И теперь опять экспортим. Просто в тот же файл. Так, мы это сэкспортили. И теперь нам нужно реимпорт мэш сделать. Смотрим. Размер сетки стал лучше. И как я говорил, он должен быть двухсторонним. Дабл сайт нужно отметить. Сетка имеет вот такую вот текстуру. Небольшой кусочек я запек. И за счет тайлинга она имеет высокое разрешение. Это текстура. Проверяем еще раз. Текстура двухсторонняя. Теперь это больше напоминает каркас кровати. Теперь попробуем совместить это с матрасом. Да. Должен сказать, мне нравится, как это получилось. Матрас получился супер суровый. Бразильский. Мне нравится. Провать просто жесть. Я ничего не имею против Бразилии, но в контексте игр, которые могут использовать данные ассеты, очень хорошо, что она имеет такую вот форму и суровый вид. Надеюсь, в Бразилии у них кровати получше, чем эта. Следующим этапом нам нужно создать набор ассетов из вот этой кровати. Мы ее просто разломаем и будем где-то комбинировать, использовать отдельные куски этой кровати.